Телеканал КРТ представляет. Прошло буквально несколько недель, месяцев, и он, что делает, всю гуманитарную идеологическую сферу отдает, по сути дела, украинским националистам. Ну тогда чуть более умеренным, чем сейчас, но тем не менее идеологам украинского национализма. Пришел Янукович в президенты, и казалось бы, ну что-то, ну все, понятно, кто за него, где его богом данный электорат и прочее. Первое, что делает сторонницу бандеровской идеологии, назначает во главе, значит, ставит своего гуманитарного идеологического блока. То есть вот беда, к сожалению, тех выходцев, я имею в виду ментальных, идеологических выходцев из русской Украины, из юго-восточной Украины, заключается в том, что они никогда не понимали суть и значение идеологической гуманитарной работы. Они считали, что это просто приложение к выборам. То есть главное это экономика, это вот, значит, приватизация, это заводы, схемы там всевозможные. А вот эти все игрушки, язык, образование, да, ну вы же помните, когда школы начали русские закрывать, при Кучме, тому самому Кучме, который обещал русский язык вторым государством. И все это продолжается и продолжается, но пружина-то, она сдавливается и сдавливается. Я еще в 91-м году, перед референдумом 1-го декабря, мы вот молодые начинающие политологи, политики, создали группу интердвижения Донбасса, и мы тогда издали листовку, где предупредили о том, чем обернется незалежность для Украины. И помню, нас тогда осудили, да, даже коммунисты сказали, ну это вы утрируете, а мы что предупредили, что в случае распада нас ждет, значит, насаждение, украинизация тотальная, развал экономики, экономических связей с Россией, соответственно, бандеризация, курс на вступление в НАТО, гражданская война. Скажите, а что не сбылось из этого? Вот, собственно, это было. Мы были обречены изначально на вот этот курс, как только отцы-основатели вот этой незалежной Украины образца начала 90-х годов выбрали курс на унитаризм, одноязычие и, по сути дела, унификат, попытку унифицировать всю эту Украину. Чем больше шли эти попытки, тем больше росли центробежные тенденции. Чем больше сжималась эта пружина, тем сильнее она выпрямилась 6 лет назад и, смею вас заверить, чем больше украинская власть будет делать такой же, повторять тот же эксперимент, наступать на те же грабли той части Украины, которую она еще контролирует, конечно, эти тенденции будут только нарастать. То есть предупреждали, на самом деле честно предупреждали, чем это должно закончиться. То есть здесь, к сожалению, в другой части Украины, та Украина не оставила выбора. И когда у вас там вот дрездивы всевозможные кричат, я не буду разговаривать там на русском языке, понимая прекрасно, что это ведь значительная часть Украины на нем говорит, и я вам запрещаю в публичном пространстве ее использовать, он тем самым разваливает эту самую Украину. Я помню, как там 2-3 года назад, помните, писательница Ирена Карпа, ну не знаю, что она пишет, но называет себя писательницей, заявила, а вот мои дети, они вообще не воспринимают русский язык, они вот даже его как бы не слышат вообще, когда он звучит, тильки мова, тильки мова. Я вот думаю, бедные детишки, они ходили по русскоговорящему Киеву, и получается, они же были немые, они же не воспринимали, не слышали, что вокруг них говорят, их одноклассники, прохожие на улице и так далее и тому подобное. Вот эти люди, которые подобное заявляют, они даже не понимают, насколько обедняют свою жизнь и делают невыносимой жизнь своих детей.